Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня начинает работу 29-й съезд Общественного объединения Рабочей партии России. Уважаемые товарищи, предлагается делегатам съезда поднять мандат. Так, все, 13 из 16. Товарищи рабочие, поднимите, пожалуйста, мандат. Товарищи рабочие, поднимите, пожалуйста, мандат. Большинство рабочих обеспечено. Значит, предлагается открыть 29-й съезд. Повестка съезда озвучена. Первый вопрос – это отчет Центрального комитета, который будет состоять из 4 докладов. Первый доклад – это отчет Рабочей комиссии. Второй доклад – это отчет Идеологической комиссии. Также доклад Организационной комиссии. И доклад о задачах партии. Второе, что нам нужно будет сделать – это заслушать отчет Центральной контрольной комиссии. В последующем перейти к выборам Центрального комитета и произвести выборы ЦКК. Соответственно, после этого будет объявлен перерыв для того, чтобы объявить Пленум Центрального комитета, для того, чтобы организоваться заново в комиссии. Избрать состав комиссии – рабочий, идеологический и организационный. Предлагается докладчикам до 15 минут, выступлением в прениях до 7 минут. В общем, кто за предложенный регламент, уважаемые товарищи, прошу голосовать. Против, воздержавшись единогласно. Тогда начинаем работу. Первый вопрос – отчет Центрального комитета. Отчет от Рабочей комиссии докладывают. Я, Калит Валентин, являюсь секретарем Нижегородской организации, я рабочий. Представляю Саровскую генерирующую компанию «Электроматер» 6-го разряда. В общем, задача Рабочей комиссии, одной из основных, наверное, задач нашей организации – это рабочие движения. Создание его, создание инициативных групп, организация работников профсоюза, инициативные комитеты и так далее. Что, значит, собой наша работа представляет непосредственно в нашей организации? Рабочая комиссия принимает участие в подготовке и проведении таких мероприятий, как Российский комитет рабочих, который под эгидой Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России происходит. Для тех, кто, может быть, еще и не слышал об этом, какие вопросы разбираются, я об этом позже скажу на этом семинаре. Это своего рода учеба, которую мы, рабочие, здесь проходим, делимся опытом, где-то разбираем теоретические моменты, да, и потом эту теорию пытаемся воплотить уже в жизни у себя на своих предприятиях. Рассказываем своим товарищам о том, что необходимо на сегодняшний день знать трудовое законодательство, чтобы эффективно защищать свои права на производстве. Кроме этого, занимаемся написанием проектов прогрессивных коллективных договоров и применяем эти проекты для того, чтобы вести пропаганду, чтобы человек труда, рабочий задумывался о своих правах, чтобы знал, как их защищать, как решать те вопросы, те трудности, с которыми он сталкивается непосредственно у себя на предприятии. Значит, за истекший период было проведено два российских комитета рабочих. Как правило, ко всем вопросам заранее докладчики готовят доклад, совместно с консультантами готовят также проект постановлений. И в завершении работы российского комитета рабочих идет голосование, сами рабочие голосуют за те постановления, которые разрабатывают российский комитет. То есть, сами рабочие разрабатывают эти постановления и сами за них голосуют для того, чтобы потом, руководствуясь этими постановлениями, реализовывать ту работу на местах, которая намечена и российским комитетом рабочих, и непосредственно самими представителями трудовых коллективов. Основным вопросом к работе на семинаре у нас все-таки идет работа с коллективными договорами. Почему это важно и почему мы на этом заостряем внимание? Потому что это, на наш взгляд, по нашим убеждениям, это основной документ, вокруг которого должны, в принципе, сплочаться рабочие коллективы. Ведь именно этот документ, тире можно поставить, является конституцией предприятия, который проработан именно непосредственно самими работниками. То есть, никто лучше самих работников не выскажет свои чаяния, свои проблемы и не найдет лучшие пути решения этих проблем. Надо сказать, что мало на сегодняшний день, наверное, уже мало иметь проект прогрессивного коллективного договора, потому что это все-таки начальная стадия того, что нужно делать в трудовых коллективах, к чему надо подталкивать своих товарищей для реализации больших задач. Имея такой проект прогрессивного коллективного договора, его нужно распространять у себя на предприятии, ввести пропаганду, значит, чтобы представители коллективов знали, о чем говорится непосредственно в проекте коллективного договора, и боролись за те моменты, которые они прописали до того момента, чтобы они имели место быть у вас на предприятии. То есть, не оставались голословными словами, ничем не подкрепленными, а чтобы действительно, тезисно или в целом за это шла борьба на предприятии. Ввиду, как бы, вышесказанного, хочется отметить участие работников нашей организации в непосредственно проведенных семинарах Российского комитета рабочих, что на сегодняшний момент в организациях увеличились, значит, мы знаем факты о том, что увеличились, увеличилось составление проектов коллективных договоров, то есть, если, к примеру, брать пару лет назад, то их было мало, на сегодняшний момент их уже исчисляется десятком, этих проектов, да, но нужно отметить, что пока это только проекты, то есть действующих коллективных договоров, которые заключенные на сегодняшний день и действуют, мы такого пока еще не слышали, и над этим нам нужно будет работать. Ну и, подводя, наверное, итог моего доклада, хочется сказать, что на сегодняшний день в нашей организации действительно люди не случайные, люди, которые заинтересованы, и те поставленные цели и задачи все-таки будут нами выполнены. Спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, в этом году вы знаете, что обстановка в мире и в нашей стране тоже изменилась, то есть у нас сейчас проходит специальная военная операция, вот в этих условиях мы видим, что российская буржуазия ведет войну, значит, спецоперацию, значит, на Украине проводит, и, значит, ведет борьбу с фашизмом, да, во внешней политике, с американским, вот, на территории, вот, лучшей советской республики нашей, вот, ну, поскольку буржуазия, она противоречива, да, в своих действиях, вот, и, значит, мобилизовать экономику, в общем-то, до сих пор, в общем-то, не очень получается, как мы видим. Тем не менее, участвуют в этой специальной операции в основном рабочие, рабочие наших предприятий, вот, а также Донецких и Луганских республик ведут борьбу вооруженную с американским фашизмом. Ну, вот, в связи с этим, значит, рабочая партия России, значит, считает, что необходимо рабочим объединяться в свою партию, партию рабочего класса. Поскольку ужасные партии представлены широко, значит, вот, в политическом спектре, вот, но рабочая партия России на сегодняшний день еще не настолько набрала, значит, силу, да, чтобы объединить свои ряды, да, как авангард рабочего класса, значит, повести за собой, да, рабочих, вот, но такая необходимость созрела, потому что мы видим, что, ну, не очень хорошо буржуазия выполняет свои задачи по мобилизации экономики, да, и без мобилизации тыла, вот, такое, значит, победы в этой, значит, операции, ну, победы, это под сомнением, да, ставится, а между тем, нашей стране, нашей Родине угрожает серьезная опасность, поскольку сейчас, в общем-то, на стороне Украины, да, и там объединились все силы НАТО, вот, и там участвуют и представители, значит, разных государств, вот, членов, значит, разных, да, и с Австралии, и оттуда только они не приезжают, да, наемники, воюют, то есть, по сути, Россия сейчас ведет, вот, боевые действия, значит, с представителями, значит, коллективного Запада, да, вот, поэтому рабочая партия Россия, вот, усиливает сейчас свою работу, вот, в целях, ну, в плане идеологическом, и тираж газеты увеличен, вот, уже, перевалил уже за, за ежемесячные выпуски газеты «Народная правда» выходит, вот, и, ну, в общем, работа большая ведется во всех направлениях, и Красный университет работает, и университет рабочих корреспондентов, значит, также наши товарищи во всех регионах нашей страны, значит, ведут, ну, во многих регионах нашей страны ведут большую работу по продвижению, значит, коллективных договоров у себя на предприятии, выпускаются книги, брошюры, сборники, значит, по конференциям прошедшим, ну, то есть, что я хочу сказать, что сейчас задача для партии рабочего класса стоит такая, что на буржуазию надежды мало, хотя без нее тоже, конечно, нам эту войну не выиграть, вот, потому что, ну, деньги у кого, вот, но, поскольку капиталисты одной рукой воюют, да, а другой, значит, торгуют, да, с теми же странами, да, с которыми мы противостоим которым, да, ну, и те же деньги огромные уходят из экономики, страны уходят уходят, то есть, обескровливают нашу экономику, в этот момент, значит, такой для страны рабочим необходимо осознать свою роль вот в этой борьбе, да, что без коллективной борьбы рабочего класса за свои экономические сначала интересы, вот, все же начинается с этого, вот, то есть, ну, войну не выиграть, то есть, мы должны рабочие со своей стороны начать борьбу за, и, значит, расширение производства, за более лучшее, эффективное, экономическое, ну, за усиление, короче, экономики, вот, чтобы предприятия наши работали эффективно, вот, выдавали продукцию вот такую, чтобы мы могли обеспечивать надежный тыл, вот, нашим товарищам, которые сражаются сейчас, гибнут и, в общем, несут тяжелое, значит, на себе бремя этой спецоперации, ну, то есть, без объединения рабочих вряд ли можно рассчитывать на успех, вот такая, такая вот сегодня ситуация возникает, вот, ну, а потом с экономической борьбы начинается движение Советы, да, то есть Советы, что значит Советы? Это вот представительские органы, которые, значит, вырастают из забастовочной борьбы, вот, а и, ну, для нас, для нашей страны Советы, это самое, самое лучшее, что было, да, вот в истории России, это Советы, потому что, ну, то, что Россия освободилась от рабства, капитала, от помещиков и капиталистов, от гнета этого векового, вот, значит, открыла путь к рабочему классу для роста, для развития, победила в гражданской войне, там, революцию, значит, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, это все благодаря Совету произошло, и русским рабочим, которые объединились, вот такую форму открыли, власти, да, уникальную, никогда в мире такого не было, чтобы, по сути, рабы, да, взяли власти и построили страну, которая, значит, экономический рост, который небывалых размеров, да, достигла, то есть, почему же так получается, что сегодня, вот, вот этот принцип, да, советов, как-то, ну, отошел, и никто не вспоминает, то, да, вот, русские люди, почему они, почему мы, да, вот, и русские забыли это, что, что благодаря Советам Россия получила возможность такого роста, небывалого в истории, то есть, никогда такого не было, никогда такого роста экономического, да, как во время индустриализации, вот, те победы, то есть, вы, вы стояли против фашизма, против, значит, гражданской войны, да, почему же это забыто сегодня, вот, когда идет, в общем-то, угроза, угроза сейчас вообще существования нашей страны, вот, и про Советы никто не вспоминает, кроме нас, ну, кроме нашей партии рабочего класса, как так получилось, я хочу спросить, да, ведь Советы же это не обязательно, даже, не обязательно, ну, коммунистические, да, могут быть Советы, Советы на производстве, они могут быть и, там, разные, там, представители были, да, вот, ну, даже в таком виде, почему он, почему руководители, почему, значит, профсоюзы, наши все организации, да, забыли эту форму, да, которая, ну, в принципе, обеспечивает очищение власти, то есть, принцип отзыва депутата своим трудовым коллективом обеспечивает, это же самая большая проблема власти, когда власть отрывается от народа, и чего стоит эта демократия, если, если нет, нет принципа отзыва депутата, ну, то есть, никто ничего не обязан ничем, все обещания, которые дают буржуазные депутаты, депутаты, они все ничего не стоят, и все это понимают, все это, все это знают, все привыкли к этому, и верят, ну, опять, то есть, как там говорил классик, что меня обманывать не надо, я сам обманываться рад, да, и это продолжается из года в год, это идет, все обещают, там, что-то лапшу навешивают, это, потом, значит, перед выборами опять эта суета, да, ну, потом опять все забыли, уже к этому все привыкли, но это ненормально, и к чему это приводит нашу страну к деградации производства, деградации рабочего класса и всего экономики, поэтому вот советы в наше время это спасение для России и для всего мира, надо не забывать, что и Китайская Народная Республика, благодаря советской социалистической революции вышла на такой уровень и продолжает путь, социалистический путь, вот, но и в то же время не надо забывать, что советы, они возникли именно из экономической борьбы, из борьбы своих коллективов, коллективов, да, вот, то есть это представители совета, это депутаты от забасткомов, стачкомов, вот, то есть путь известен, путь построения успеха и вообще спасения, да, известен для нашей страны, поэтому он и идет через, значит, заключение коллективных договоров, за забастовочную борьбу, забасткомы, стачкомы представители от предприятий объединяются по территориям и таким образом оказывают влияние на действующую власть, другого способа нет, заставить капиталисты, да, действовать в интересах страны, в интересах наших интересов, вот, которые никто кроме нас самих не будет соблюдать, вот, дорогие товарищи, так что рабочая партия России действует в правильном направлении, все, здесь все идет, значит, в соответствии с научными разработками наших интеллигентов, совместно с рабочим классом, соединяем научный коммунизм, с рабочим движением двигаемся вперед, пусть не быстро, но правильно, правильно и научно, вот, так что давайте в новом отчетном периоде все-таки заключим уже договора и, ну, по крайней мере, продвинем их, ну, донесем до всего коллектива наших предприятий, ну, а пусть уже люди сами решают, надо или не надо, ну, по крайней мере, они должны знать, что есть, есть выход, есть путь такой для, для всех, вот, или, или, или дальше прозябать, или, или двигаться, может, вперед, развиваться, бороться, любого пути нет, товарищи. Спасибо. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я бы хотел обратить внимание вот на какой аспект в работе нашей организации и, в частности, в работе идеологической комиссии. Как вы помните, дорогие товарищи, мы некоторое время назад начали составлять план работы нашей организации. И вот надо сказать, что в направлении идеологической работы, идеологической комиссии, вся наша работа подчинена работе по плану. То есть, если мы посмотрим на то, какие активности, связанные с вопросами идеологии, мы прорабатываем, мы делаем, эта работа, можно сказать, плановая. И в связи с этим как раз высказывание Владимира Ильича о том, что нам не нужны истерические порывы, мне кажется, что мы выполняем. Если мы посмотрим на нашу деятельность в идеологическом плане за истекший год, мы занимались ровно теми задачами, теми вопросами, которые у нас были поставлены в плане, которыми мы занимались и в прошлые годы. И в связи с этим как раз то изменение, которое произошло в этом году, начало специальной военной операции для нас не стало чем-то таким, что надо все бросить и заняться чем-то другим совершенно, помогать СВО, хотя этим надо заниматься всем. Но для нас это не стало какой-то неожиданностью, и с точки зрения идеологии мы были вполне к этому готовы. Ну а если более подробно указать на то, что же мы делали за истекший год в плане идеологии, были выпущены брошюры и монографии. Вот выпущена книжка Михаила Васильевича Попова и Александра Сергеевича Казенова «Революционная диктатура пролетариата и контрреволюция в СССР». Недавно появилась книга Михаила Васильевича Попова «Лекции по философии истории. Путеводитель по применению геймерской диалектики». В прошлом году перед нашим предыдущим съездом, но по-моему мы это не отмечали на прошлом съезде, была выпущена книга Александра Сергеевича Казенова «Эпоха советского просвещения в буржуазном обществе». Вот эти монографии и книги были выпущены за истекший год. Также мы продолжаем обучение, плановое обучение в Красном университете. И в общем-то так мы говорим об этом, что обучение в Красном университете превратилось в какую-то рутину. Кажется, что опять Красный университет, мы говорим Красный университет, Красный университет, такая рутина, все уже об этом знают, что тут повторять много раз. А вообще говоря, в истекшем году мы закончили 10-й год, завершили 10-й год обучения в Красном университете, начали 11-й год обучения. И подавляющее большинство преподавателей в Красном университете, конечно, это члены Рабочей партии России. Это не приглашенные люди со стороны, хотя у нас есть ряд товарищей, которые также преподают и не являются членами партии. Но по большей части это члены партии и обучение в Красном университете проходит еженедельно. И при этом за вот эти 10 лет, по-моему, на моей памяти, первый раз в этом году мы что-то там передвинули просто, потому что один преподаватель заболел. А все остальные у нас занятия были в точности, как запланировано, товарищи приходят, ведут эти занятия, и так происходит 10 лет подряд. И здесь как раз то, о чем учил нас Владимир Ильич Ленин, о мерной поступе железных батальонов пролетариата, вот мы, мне кажется, в этом направлении это поручение Владимира Ильича выполняем. То есть у нас именно мерная поступь в направлении обучения. Также мы ведем обучение в Университете рабочих корреспондентов. Опять же, обучение плановое, запланировано, запланировано заранее, за полгода мы публикуем план. И, в общем-то говоря, никаких особых срывов на этих лекциях в Университете рабочих корреспондентов не было. Наши товарищи выступают в средствах массовой информации. При этом это как средства массовой информации нашей партии не принадлежащие. В основном это Ленинградское интернет-телевидение. Активно там выступает Михаил Васильевич Попов. В этом году Михаил Васильевич выступил на, как вы знаете, интернет-канале или телеканале. Это называется «Аврора». Это достаточно большой ресурс. В общем-то, это означает, что та позиция нашей партии, на которой мы твердо стоим, она интересует массы, товарищи из других организаций интересуются и приглашают Михаила Васильевича для того, чтобы выслушать эту позицию. Дальше у нас проводились кружки гегелевской диалектики. И, как тут нам уже Дмитрий Юрьевич доложил, мы проводили конференции, две конференции. И опять же, если мы говорим про эти конференции, то в течение многих лет мы проводили конференцию ленинскую в апреле. Эта конференция прекратила свое существование. Но сейчас все знают, что в августе, опять же, будет конференция по советам. И мы проводим регулярно конференцию в марте. В этом году мы провели конференцию перед Российским комитетом рабочих. Решение проблем заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора. В августе проведена конференция «Теоретические и практические проблемы создания советов». Ведется канал фонда рабочей академии. Опять же, ролики там выпускаются на плановой основе. Постоянно, регулярно освещается деятельность наша в Красном университете, в университете рабочих корреспондентов. То есть, это тоже такая работа, можно сказать, монотонная. Все к ней привыкли, что вот эти ролики выходят. Хотя под этим выходом стоит огромная работа. И главное, что вот товарищ Тюленев, я хочу здесь отметить, который выполняет эту работу, выполняет ее уже много лет. И делает это на постоянной основе. Ну и теперь, если мы вернемся к вопросу о специальной военной операции, да. Для нас вот эта ситуация со специальной военной операцией, как я уже сказал, не является чем-то таким неожиданным с точки зрения, в идеологическом плане. Мы давно определили, еще в 2014 году, мы определили то, что происходит на Украине, как борьбу с американским фашизмом во внешней политике. Сейчас, в этом году, эта борьба обострилась. Приняла формы, такие формы, в которых уже само буржуазное государство, Российская Федерация, не может стоять в стороне. И должна для того, чтобы защищать себя от этой американской агрессии, которая направлена, конечно, не на Украину, а на Российскую Федерацию, в первую очередь. И дальше, значит, эта агрессия против Российской Федерации, также связана с агрессией, очевидно, против Китайской Народной Республики. И эта вся цепь просматривается. Российская Федерация была вынуждена, как я отмечал, в этом году, открыто вступить в эту борьбу, несмотря на так называемых мнения западных партнеров. И в связи с этим, наша позиция по данному вопросу никак не изменилась. Мы стоим на том, что борьба с фашизмом во внешней политике, американским фашизмом во внешней политике, необходима. Эта борьба должна быть организована. Борьба должна вести силами всего государства. А это значит, что в этой борьбе необходимо участвует производство, которое в Российской Федерации, вообще говоря, мы увидели, и судя по тому, что за этот год происходило, находится в таком не очень организованном, на не очень организованном уровне. Поэтому мы и выступали, и выступаем сейчас за то, что необходимо это производство, буржуазное производство развивать, необходимо усилять элементы планирования в этом производстве. И только именно развитие этого производства и усиление элементов планирования позволят Российской Федерации, как суверенной стране эффективно поставить предел американскому фашизму во внешней политике. Ну а дальше мы видим, что господа буржуазия, российская буржуазия, в общем-то с этими задачами справляется ни шатка ни валка. Они все еще думают о том, чтобы договориться и вернуть все на момент начала февраля этого года, хотя очевидно, что это у них уже получиться не может. Они в таком шатком положении, понятно, это их такое двойственное антилектическое положение, толкает их то обратно в объятие американской буржуазии, то защищает свои интересы. И в этот момент как раз активно на первый план должны выходить действия и организованные действия рабочих на предприятиях. Потому что только рабочие на предприятиях могут организовать правильным образом и само производство, и сделать так, чтобы рабочая сила не изнашивалась раньше времени, организовать вплоть до забастовок, организоваться вплоть до забастовок, до коллективных действий, правильные условия труда, необходимый уровень оплаты труда, и все вещи с этим связаны. И в связи с этим я хочу отметить, что у нас в Центральный комитет выпустил постановление по вопросу специальной военной операции. Надо сказать, что это постановление, решение Центрального комитета вызвало какое-то обсуждение в рядах Центрального комитета. Но вообще говоря, все решения Центрального комитета, они как бы носят такой, должны носить лаконичный характер. И это заявление Центрального комитета удовлетворяло этому требованию, по крайней мере. И в дальнейшем наши товарищи раскрывали и действовали в соответствии с решением Центрального комитета, раскрывали позицию по вопросу о специальной военной операции. Были выступления и ролики были записаны, и были выступления в публикациях наших товарищей. Но вот я хочу сказать, имея в виду отчет именно Центрального комитета, что Центральный комитет с точки зрения идеологии действовал в направлении, в соответствии с программой, в соответствии с нашей идеологической линией, и действовал планово. Ну и, естественно, надо отметить то, что основным нашим таким органом, который нас связывает с рабочими на предприятиях, является газета. Здесь у нас, Дмитрий Юрьевич сказал, что у нас чуть ли не чаще, чем ежемесячно мы начали газету выпускать. Ну, я вот хочу сказать, что мы, конечно, планово его выпускаем, но до ежемесячного выпуска в этом году мы вот отошли. На данный момент выпущено 6 выпусков газеты «Народная правда». Здесь у нас есть вопросы с тем, что нам не хватает материалов в газету. Ну и в первую очередь нам не хватает, я думаю, материалов живых, не теоретических наших рассуждений, интеллигентов, а материалов с, так сказать, вот оттуда, с производств, с заводов и фабрик, какие-то отзывы рабочих, заметки о вот этой трудовой жизни на предприятиях. Они, конечно, и они необходимы, это необходимо публиковать в газетах, но их на данный момент у нас не очень много, но и нам надо этот вопрос каким-то образом расширять. Что касается распространения газет, здесь тоже у нас, казалось бы, что мы имеем плановую процедуру рассылки газет, но с распространением мы хромаем в каком смысле? У нас был в прошлом, на прошлом съезде и на позапрошлом съезде было принято решение о том, что, ну, во-первых, газета является нашим основным органом, и распространение газеты является основным средством привлечения в партию рабочих, но вот у нас распространить, на сегодняшний день мы издаем газету тиражом 45 тысяч, да, 45 тысяч экземпляров, и нам бы каждый месяц увеличивать этот тираж, но это не получается, поскольку распространить эту газету в том количестве, которым хотелось, мы не можем. И здесь я бы хотел призвать всех товарищей в партии и напомнить, собственно говоря, что распространение газеты является партийной обязанностью всех членов партии. Подводя некоторый итог, еще раз хочу сказать, что с точки зрения идеологии Центральный комитет действовал планово и в соответствии с программой партии. Спасибо. Я Русский, Сергей Александрович, сопредседатель организационной комиссии Центрального комитета, рабочий, работает Красталь. Значит, отчет организационной комиссии Центрального комитета. Любой коллективный труд должен быть организован, и вся работа в партии, она коллективная вся, и она должна быть организована. Этим занимается в том числе и организационная комиссия. Значит, по поводу состава, социально-классового состава рабочей партии России, значит, на данный момент общая численность рабочей партии составляет 214 человек, при этом рабочих из них 44 человека, 170 нерабочих. Динамика примерно на одном уровне. Вот с 2018 года у нас было в партии 135 человек, потом произошел значительный рост. В 2019 году это уже было 237 человек. И вот 2020 год, 2021 год, 2022 год примерно на одном уровне и держится. В 2021 году у нас по идеологическим соображениям много людей поджило организацию. Вот было у нас 209 человек в 2021 году. Но люди приходят в организацию новую, и в московскую, и в Великобрадскую. Значит, поэтому, как бы, рост, он есть в численности, но небольшой. Значит, какие более конкретно мероприятия были организованы? Ну, во-первых, все, о чем говорили предыдущие докладчики, организация рабочего движения, идеологическая работа, вся она была организована. Приведены были два семинара за отчетный период российского комитета рабочих. В марте и в ноябре 2021 года, и в марте этого года. Вот завтра у нас будет еще один российский медит рабочих, также был организован. Вот организация всегда... Всегда была успешной. Какие-то мелкие проблемы были, они учитывались, решались оперативно. Значит, в Москве также мы проводим похожие мероприятия, семинары фонда рабочей академии, направленные на просвещение рабочих, на агитацию. Мы планируем... Ну, в плане у нас раз в квартал эти семинары проводить, и, соответственно, уже три семинара за отчетный период было проведено, и еще один у нас запланирован в ноябре, в конце... В конце ноября, четвертый семинар. То есть работа идет по плану. План у нас составлен и для всех трех организаций, и для каждой есть свой план, исходя из общего плана работы, исходя из задач организации. Значит, вот в московской организации у нас постоянный контроль за выполнением плана, то есть отдельный человек у нас контролирует, насколько мы выполняем план, и периодически отчитывается, что выполнено, что не выполнено. Значит, вот, соответственно, собрание комитетов организаций, собрание организаций самих ежемесячно, и все это организуется, все это проводится регулярно. Кружки по изучению логики Гегеля проводятся в Ленинграде, организуются также регулярно, также у нас в Москве регулярно тоже проходят кружки по изучению диалектики для членов партии. Ну, мы, конечно, открыты и для простых странных людей, но в основном это происходит перед собраниями раз в месяц, и вот за отчетный период у нас уже, получается, да, 11 вывода кружков по изучению науки и логики ведет Ксения Фёновна. Значит, в Ленинграде было проведено, не в Ленинграде, в Ленинграде была проведена одна научно-практическая конференция, и перед РКР в прошлом была вторая научно-практическая конференция организована. Значит, организована работа на предприятиях, в профессиональных организациях, но поскольку у нас рабочих, ну, вот, московской организации немного, у нас всего четверо на данный момент, один доброволец сам ушел, и трое оставшихся, ну, более-менее как-то пытаются организовать работу в профсоюзах, но тоже есть определенные сложности, где с численностью коллектива, где с условиями конкретной работы на конкретном предприятии, вот, но эта работа также ведется, также она запланирована, и контролируется. Значит, участие в выполнении программы Федерации профсоюзов России, ну, на данный момент, эта работа организована в плане пропаганды, то есть, вот, на семинарах, в статьях, какие-то отдельные положения из этой программы, они пропагандируются, доносятся до широких масс, что есть такая программа, на что она направлена, и зачем это нужно требовать, зачем ее нужно выполнять. Ну, вот, по поводу, по поводу, значит, организации нашего главного идеологического органа, газеты, значит, тут какая есть проблема, это в материале, вот, с одной стороны, с одной стороны, ничего сложного нет, в том, чтобы взять лист бумаги, ручку, и написать сочинение на какую-то тему, о чем это достаточно, как теоретических, так и тех, которые происходят, вот, прямо в жизни, в трудовой, но вот эта работа пока у нас плохо организована, да, то есть, с одной стороны, у нас есть в плане, и мы постоянно об этом говорим, постоянно обсуждаем, что у нас даже мы темы накидали, и но вот с реализацией проблема, то есть, если в школе дети приходят на урок, им говорят, вот такая тема, вот у вас 45 минут, пишите сочинение, то вот здесь как организовать пока вопрос, то есть, на собраниях всех оставлять, чтобы они писали сочинение на тему, или как, вот это, ну, с этим проблема, да, по поводу распространения газет, ну, это, конечно, увязано с численностью партии, у нас в 2021 году из московской организации много ли ушло, но люди приходят, в основном, конечно, на нерабочие приходят, так, да, исторически сложилось, но люди активные, грамотные, вот недавно даже вступил молодой человек, и он уже прочитал полное собрание сочинения линии, и науковойки Гегеля всю прочитал. Студент при этом. Ну, тут половину дыха. Это половину дыха. Значит, вот активные люди, которые вступают, организовали у нас работу видеоредакции, то есть монтаж, изготовление, выпуск роликов. Мы все семинары записываем, кружки по науке, логике, это все потом превращается в видеоролики агитационные, пропагандистские, вот, и потом выкладываются для широкого, для широкой публики. по количеству газет, это, конечно, зависит от количества членов организации, и вот за 2021 год московской организации было 96 тысяч газет распространено, а за 2022 год он еще не закончился, но два месяца осталось 50 тысячи. то есть есть некоторые снижения, но оно зависит именно от количества членов организации, вот, и, соответственно, чем больше людей в организации, это с одной стороны усложняется, с другой стороны есть методы подхода к организации, вот, буржазия хорошо, очень организуются, очень организуются, большие массы людей, чтобы они эксплуатировать, вот, надо учиться, как организовывать большие массы людей для эффективного выполнения задачи, любых задач, ну, в данном случае наших уставных задач. Ну, наверное, в общем, все у меня по отчету, то есть работа у нас идет по плану, уже несколько лет мы составляем план, работа идет по плану, инициатива, конечно, есть, она, то есть мы не ограничиваемся планом, любую инициативу пересвую, обсуждаем и реализуем, если это поддерживается большинством членов партии. Вот. Ну, вот и есть определенные проблемы, на которые надо обратить внимание, что-то с этим сделать, подумать, как решить, ну, и в целом, в целом организационная работа у нас соответствует уставным документом организационным партийным. У меня все. Задочек. Золков Александр Владимирович, делегат Книжгородской партийной организации. Уважаемый товарищ, вот спецоперация показала, что мы в авангарде борьбы с фашистской агрессией в элогическом плане. Вот это давайте сфиксировать, это не слабый факт. И я соглашусь с тем, что такая ситуация сложилась благодаря нашей последовательной работе. Мы отставим интересы рабочего класса, коренные интересы рабочего класса. И интересы рабочего класса от нас требуют борьбы с фашизмом. И эта борьба, точнее говоря, успех в этой борьбе для рабочего класса более значим, чем значим для буржуазии. для буржуазной демократии. То есть мы более заинтересованы в сохранении, я имею рабочий класс, более заинтересован в сохранении буржуазной демократии, чем сама буржуазия. Здесь об этом товарищи говорили, совершенно справедливо. Это не новые ситуации. Ну скажем, вот когда совершалась первая русская революция, она какая была в свой характер? Буржуазная. Но здесь правильно тоже отмечалось, что буржуазия не хотела руководить, она хотела ее тормозить всячески, боялась остаться один на один с рабочим классом после его спецназрешения. Поэтому всячески вы помните, Ленин подчеркнул, что рабочий класс должен быть гегемоном. Гегемоном в какой революции? Буржуазной. Да, буржуазной демократической. Вот она потому и была демократической, что рабочий класс активно занимал позицию. То же самое было и в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны. Какую позицию занимали партии коммунистические? Ну, я уж не говорю про всесоюзную коммунистическую партию большевиков, что это просто был организатор борьбы всего рабочего класса и всего народа за разгром фашизма. Но если мы берем буржуазные страны, какую позицию занимали коммунистические партии? Партии занимали позицию авангарда антифашистской борьбы. Хотите? Возьмите Францию, не случайно французскую коммунистическую партию называли партией расстрелянных. Это что там? Так вот они и были. Значит, если буржуа смогли строговаться, и Деголь потом руководитель буржуазной республики был, в правительстве Виши, этого сателлита, пособника Гитлера. То есть они там сумели договориться, это правда. А вот коммунисты значит были бескомпромиссные борцы. То же самое и в Италии. Ну а кто был ядром партизанских отрядов? Итальянские коммунисты в том числе. И что это дальше к чему привело? Это привело к тому, что по завершению разгрома фашизма коммунистические партии получили, или вернее в результате вот этой активной позиции коммунистические партии получили такой большой авторитет, что они стали массовыми, но и вы помните, что Соединенным избежать коммунистической эволюции? Ну наверное тут сказалось и уже некоторые слабости коммунистического движения, понимание того, что надо делать. Я вот не помню, чтобы коммунисты французские и итальянские в послевоенный период возникали лозунг восстановления советской власти в том понимании, научном понимании, которое сформировалось в нашей партии, первую партию начиная с эволюционистского периода. То есть короче говоря, выступая в качестве ангарда антифашистской борьбы, партия решает или приближает решение своих временных задач уже и не ввиду восстановления диктатуры полетриантов, потому что получает авторитет рабочего класса, у всех массов становится очень крупной влиятельной политической силой, только задача была в том, чтобы эту силу правильно использовать. Ну вот скажем, французские коммунисты итальянские тогда не смогли, не только потому что они не смогли, потому что тут американский фашизм накатил, но вот мы тоже перспективу должны иметь. Значит, поэтому совершенно правильно мы выступаем авангарде антифашистской борьбы, да, и тут ничего не приглаживаем, не сглаживаем, и как-то все эти отлетели люди, которые говорили о межимпериалистических противоречиях, о том, что дерутся две группы империалистов, насколько это не просто уже смешно, это уже не смешно, потому что они прямо встали в период этой вооруженной схватки на сторону врага и, в общем, оправдывают уничтожение мирного населения и, значит, вооруженных сил Российской Федерации. Это прямо прямые враги уже, и это вышло за область просто вот идейных разногласий. То есть, они превратились просто в пособников халуев-агрессоров. Вот мы такое, вычисли, избежали. У нас тут никакой непоследовательности нет, у нас есть очень чуткая определенная позиция. Ну, и я думаю, что это помогает и всей стране тоже, потому что люди все думали и тоже думают как, что делать, а не будем мы помогать тем самым буржуазии. Да мы буржуазии помогаем постольку-поскольку, поскольку она еще во власти, а вообще-то мы заботимся все больше об интересах рабочего класса. И об этом все рассказали и сказали, что, ну, конечно, интерес рабочего класса требует демократии, где возможно организовать партию, где не надо в подпуле находиться, где тебя не преследуют даже за простую экономическую стачку. То есть, еще раз говорю, что мы постольку поддерживаем или постольку держим действием в одном направлении, поскольку это выгодно приезжать рабочему классу. Ну, люди, не знающие диалектики, этого, конечно, не понимают. А наша партия, поскольку она работает с тематическим изучением диалектики, на таких крутых поворотах истории находят правильное решение и не дает себя сбить толку и вылететь из Калинии. Да, из Катисова в ряды пособников фашизма во внешней политике хотя бы это прикрывалось ре-валиционализмом. Ну, в иологическом плане нам оказалось это в каком-то смысле легче, потому что нашей партии крупнейший идеолог рабочего класса, выдающийся продолжатель дела Ленина и Сталина в области идеологии Михаила Алексеевича Попов мы, конечно, в этом обязаны. Ну, он не просто один такой вещает, а он делает все, чтобы поднималась плеяда сознательных борцов, и здесь наша идеологическая комиссия об этом очень подробно рассказывала. Это, конечно, дает свои результаты. Поэтому эта идея не кажется странной, она очень легко принимается и проводится в идеологической борьбе практически всеми нашей партии. Значит, сложнее дело обстоит в плане экономической борьбы. И мы еще раз должны отметить в том, что этап контрреволюции как будто бы завершился, но еще не завершился тем, чтобы рабочий класс поднялся, какое-то было оживление. Пока вот этого не видно, не наблюдается и наши члены партии выполняют все правильные наши решения еще не очень большого результата достигли. Вот об этом, наверное, РКР будет идти речь и, наверное, это вовсе не вина того, что они чего-то не понимают и как-то не так делают. Я думаю, что они понимают в достаточной мере у нас программа потому что выверенные, они руководствуют с программным требованием, они уже достаточно опытные, чтобы знать, как программные требования применить к условиям своего предприятия, но нет еще оживления. в массе своей, наверное, хотя где-то есть в каких-то участках, но в целом пока еще это незаметно. Да, в целом незаметно. Но, тем не менее, мы должны вести эту работу и мы должны вести эту работу с учетом текущего момента. Вот обратите внимание, что партия большевиков всегда рассматривала свою деятельность начиная с текущего момента. Вот текущий момент характеризовали, установку классовых сил, думаешь, да зачем это вроде такой экскурс. Можно подумать. На самом деле, это не просто экскурс, и не просто игра в теорию, а это необходимые вещи для практической работы. Если не будем учитывать обстоятельства текущего момента, то мы не решим своих коренных задач. То есть мы же всегда в условиях конкретного момента мы оторвемся тогда от рабочего класса. А Владимир Ильич говорил, что надо слиться с массой не в том смысле, чтобы потерять передовую роль, а чтобы знать, чем она живет и чтобы продвигать свои лозунги и свои решения с учетом степени зрелости политической этих масс. Иначе все это авангард оторвется, это ничего ни к чему хорошему не приведет. Значит, вот здесь мы видим ситуацию специальной военной операции, значит, волна такого вполне понятного патриотизма, в этом тоже ничего страшного нет, потому что защищают Россию не столько буржуазную, еще раз говорю, буржуазную защищаемую, поскольку она сейчас так организована, рабочий класс защищает свои коренные интересы. Но поэтому если мы просто будем выставлять те требования и тот план действий, который мы осуществляли на предприятиях до специальной военной операции, нас могут не понять. Ну, я скажу, например, что вот мы сейчас требуем шестичасового рабочего дня, будем сейчас требовать. Люди нам скажут, ну, хорошо, значит, если вы пройдете в России, то практически все производственные предприятия оборонного сектора нуждаются в дополнительных рабочих картах. нуждаются. Да, вот прямо сейчас надо увеличить, да, мы понимаем, что есть другой путь увеличения выпуска, это совершенствование техники, технологии и так далее, мы об этом все скажем. Но вот непосредственно сейчас, если мы выйдем и скажем, давайте завтра на сегодня шестичасового рабочего дня, четыре смены, вам скажут, дорогие товарищи, это означает, что вы умножите нынешнюю численность рабочего класса на четыре, и где вы столько рабочих найдете? Вы не серьезные люди. Вы не серьезные люди, вы не понимаете, надо сейчас давать оружие, а вы говорите о том, что может быть перспектива. Я напомню, что переход к семи часовому рабочему дню в советской промышленности, когда была диктатура про литриат, и все руководство страны во главе Сталинова ввели курс на сокращение рабочих днят цель направления, занял переход. Семь лет. Семь лет. Поэтому, хотя выстроили лозунг, но все понимали, что это означает, что надо, это, так сказать, с учетом возможности производства, чтобы не нарушить, не остановить. Поэтому, если мы сегодня выставляем, вот я вернусь все-таки к обсуждению нашего заявления на ЦК, что вот, все хорошо в вашем заявлении, кроме одного, надо написать четыре на шесть, потому что, как же вы бросили шести часов в рабочий день? Но поймите, особенности ситуации текущего момента, мы сейчас вот так в прямую в лобовую выставить это не можем, потому что нас совершенно справедливо будут рассматривать как людей, которые или пустые лозунги говорят, или хотят здесь говорить производство. Но нет сейчас четыре рабочих умножить на четыре. Большая работа предстоит с привлечением студентов, того сего, она потихонечку делается, мы об этом тоже должны говорить, в этом направлении действовать. Но пока нет этого разворота и за все задачи можем ухватиться. А нам надо сегодня выставлять требования коллективного договора. Так что же тогда мы сегодня с учетом вот этого момента должны выставлять? Мы должны выставлять во всех коллективных договорах есть организация производства. Во все. Ну и что туда можно вставить? Ну хорошо, значит, если требуется так увеличение выпуска, так, ну какое-то время можно поработать и в две смены, но мы не рассматриваем. Это сколько же будет длиться операция и все рабочие будут под две смены. Значит, это не рациональный путь, вы ничего в этом не выживете. Потому что, ну хорошо, можно год поработать под две смены, можно два года поработать под две смены. Но учитывая возрастной состав рабочего нашего класса, дальше будем иметь выбывание по инсультам, инфарктам и так далее. это бьет такая работа и по интересам рабочего класса, и по интересам и по интересам обороноспособности. Я не хочу сказать и, а следовательно. Поэтому надо развернуть. Значит, основной путь вовлечения выпуска вооружений должен стать. Да, мол, сейчас вот сегодня на завтра можно подвес минус работать, тогда следующий вопрос будет о заработной плате тогда стоять. Но сейчас в организации производства мы должны потребовать использование, если не новые техники, то новые технологии и использование рационализации. Я возвращаюсь к тому, о чем несколько раз приходилось говорить, что есть программа производительности и занятость. Да, когда люди начинают смотреть, специально подготовленные люди, на то, как организуется производство, выясняется, что за последние 30 лет этим настолько никто не занимался, что на поверхности лежащие вещи значит нас нахуй поставить рядом, сгруппировать ее, поставить рядом с рабочим местом, переставить оборудование, чтобы люди ходили меньше. Они просто на поверхности лежат и дают огромный эффект. Так почему это не сделать на каждом предприятии? У нас только отчитывается, что вот в нашей Нижегородской области в лидере уже 100 предприятий, замечательно. А вы знаете, сколько у нас всего предприятий, а почему остальные этим не занимаются? Ведь они тоже связаны с выполнением оборонного заказа, если не прямо, то косвенно. Значит, мы должны что сделать? Отребовать совершенство организации производства, использовать опыт, скажем, национального проекта производительность и занятость на каждом предприятии. И кто вам будет возражать против этого? Ну, кто бы? То есть, мы должны перейти в этом смысле наступление тоже. Но вот с этого конца. Раньше мы полагали, что, ну, вот в этой рутине, о которой мы говорили, капиталистической, капиталисты как-то это дело организуют. Они как-то организовывали и нам оставалось только так. Но сейчас выясняется, что они ничего не организовывают. Они организовали чисто капиталистически. Давайте подвесмены по 12 часов. Вот и все организации, насколько я понял. Или это преимладающий подход? Но это коренным образом противоречит интересам рабочего класса, а значит интересам обороноспособности. Можешь не перевернуть интересам обороноспособности, потому что такая работа не может быть качественной, не может быть безопасной. Это будет брак. Брак в предготовлении оружия. И это не вина будет рабочих. Ну, кто может работать в таком режиме год, два, по шесть дней, по 12 часов. И чтобы не было брака и так далее. Ну, кто это может быть? Это поэтому рабочие здесь отстаивая свои интересы, они отстаивая тем самым интересы и укрепления обороноспособности. То есть давайте поактивнее вот в эту организацию производству влезем. Обязательно. А что значит влезем? Да это наша жизнь. Это мы раньше расставляли. Да? Ну, смотрение капиталистов. Вроде как, ну вот, и даже некоторые возводили этот принцип. У нас было профсоюз, значит, рабочие, господи, как его, соцпром. Да, вот, Василий Иванович знает, храмовый, то есть лошадь такая была. Рабочие как лошадь была, везущая сила, везущие капиталисты к прибыли. И принцип был такой, что рабочих интересует только зарплата, все остальное дело капиталистов. Но капиталисты будут так использовать рабочих, что, так сказать, вы умрете даже с высокой зарплатой через некоторое время. Это раз, ну ладно, вы умрете, ну и страна умрет, потому что ничего они не организуют в результате, или организуют недостаточно эффективно. Вот поэтому мы уже не можем оставить, мы, ведущие на рабочей партии России, все задатели рабочие, организацию производства сугубо в насмотрение капиталистов. Вот, конкретное предложение, да, в это дело. Значит, а дальше, ну хорошо, вот мы потребовали, а что дальше нужно, чтобы освоить эти первые методы? Так нужно, чтобы каждый прошел через этот семинар, там приезжают тренеры туда-сюда, поучились и так далее. А это когда можно делать? Это же после 12 часов, что ли? Еще 13-й час мы пойдем на обучение. Ну кто это будет? Значит, мы, рабочие, в своих коллективных договорах должны потребовать и включить такое требование, что повышение квалификации и, значит, освоение новых методов работы осуществляется в рабочее время с сохранением зарплаты. Если мы будем заниматься, скажем, эти два часа, мы сохранили восьмогочасовую смену. Дорогие товарищи, что такое два часа, потраченные на изучение новых методов работы с сохранением оплаты? Это сокращение рабочего дня на два часа. Мы тем самым выдерживаем наш курс на шести часов рабочий день. Выдерживаем. Но мы не просто говорим, что мы за шести часов рабочий день и все, с трава не расти. А мы ставим вопрос о сокращении рабочего дня до шести часов с учетом вот этого текущего момента, который требует повышения производительности. Ну, а кто не знает, что обучение рабочих новым методом работы, это уже просто проверено, я еще возвращаюсь к этому проекту, это и есть главный путь повышения производительности в условиях, когда с оборудованием обновления не очень-то здорово будет. Откуда оно возьмется? Значит, станки нам, так сказать, там через Китай надо везти, да какие-то станки, то есть, короче говоря, вот эта история долгая. А вот совершенствовать технологии с учетом также существующего оборудования, рационализации, но существующим оборудованием это резерв, который можно использовать сегодня, на завтра. Только вы рабочим дайте такую возможность. А возможность состоит а при вставлении времени и б в оплате этого времени, хотя это время по сути не рабочее. Значит, это надо потребовать. Вот вам требование коррективного вашего договора, который написано, что значит сократить, сохранить зарплату, все так и будет, но с учетом особенностей этого момента. И это обязательно надо сделать, потому что в этой ситуации противостоять рабочим. Ну, кто? Что это значит будет в противостоянии? Значит, рабочие организованные профсоюзы выступают за развитие производства для решения задач специальной военной операции, а есть люди, которые выступают против этого. Против чего? Они выступают в конечном счете? Против решения задач специальной военной операции. Они выступают тем самым против реализации оборонзаказов а буржуазное демократическое правительство позаботилось о том, что срыв оборонзаказа уголовно наказуемое деяние. Давайте наказывать тогда. То есть вот в этот момент, который буржуазия хочет использовать для того, чтобы навалить побольше на рабочих, мы и так они и сделают, если рабочие не будут не осознать своих терствий, не будут действовать. Надо использовать для того, чтобы наоборот укрепить позиции рабочего класса, значит, наши предложения, я уверен, в большинстве своих будут проигнорированы. И что это означает? Это означает, что коллектив начинает коллективные действия, трудовой спор и забастовочную борьбу под лозунгом укрепления обороноспособности. И это никакой не юмор, это никакая не шутка. Это действительно сейчас ситуация, это просто полемически выявлено, что интересы рабочего класса сейчас это и есть интересы обороноспособности. И вот вы здесь вспомнили, значит, что делал рабочий класс перед революцией. Я вот хочу напомнить, вы правильно скажете, советы были, между прочим, не коммунистические тоже. А вот я хочу сказать, вот в феврале 17-го года, значит, стачная борьба массовая, да, образование советов, а что было в коллективах? А в коллективах были фабрично-заводские комитеты. А что это за комитеты такие? Да это и есть стачком. Постоянно действующие стачком. А скажите, пожалуйста, а чем они занимались стачком? Они занимались тем, что организовывали, или точнее говоря, были активными организаторами, потому что без санкций стачком ничего там не делалось. Фабрично-заводского комитета. Организаторами какого производства? Оборона. Потому что вот тогда еще позиции большевиков не были, так сказать, решающими, да, и еще вот рабочий класс разделял представление в том, что надо, так сказать, укреплять оборону в условиях той эмпиристической войны. Это была иллюзия, это была ошибка, но это проверено практикой, что рабочие могут ввести огромный вклад в укрепление обороноспособности. Винтовки делали, снаряды делали, благодаря, в том числе, может быть, главным образом, благодаря этим фабрично-заводским комитетам, поскольку Рябушинский и прочие занимались казнократством. Так вот, чтобы не разворовали и так далее, все это дело взял в себя фабрично-заводской комитет. Да, потом партия большевиков разъяснила, что это эмпиристическая война, и мы не будем это делать, но когда появилась фабрично-заводская революция, то мы стали оборонцами, и фабрично-заводские комитеты выполняли роль организаторов экономической основы защиты молодой Советской Республики. Поэтому наши стачкомы сегодня, которые образуются, они образуются с какой целью и с какой главной задачей обеспечить развитие производства для выполнения оборонзаказов. Они выступают за общественные интересы, за интересы не только узких, свои классовые какие-то. А так, диалектика стоит в этом, что коренные интересы рабочего класса – это интересы развития всего общества. И бурразия, поскольку она хочет сохраниться, она тоже должна этому подчиниться. То есть эти создания Советов, как объединяющие стачкомы, вот если мы сейчас просто так скажем, давайте создать советы, которые объединяются с тачком. Еще хотите сказать не хотите ли вы нарушить оборону страны, не хотите ли вы создать какую-то вторую линию власти в противодействии власти, которая плохо или хорошо, но как-то организует вооруженное столкновение, как-то вооруженную борьбу с фашистским агрессором. Тем более, что могут найтись люди, которые вот эту идею подхватят, скажем, навальницы и так далее, они что хотите организуют, они же с тачком пытались организовать. Пытались. Теперь советы как-то представьте. То есть надуть они могут все, что угодно. Так вот, мы должны твердо закрепить ту мысль, что все, что мы сейчас организуем, имеет непосредственно свои задачи. Какое? Укрепление обороноспособности. Поэтому я сейчас завершаю. У меня же задачи, у нас здесь пропорции получается. Отчет большой, а задачи всегда мало. То есть мы говорим о том, что мы их хорошо сделали, а то, что предстоит сделать, будет мало. Поэтому можно, конечно, если настаивайте, поставьте на голосование тогда регулярно. Дать мне еще пять минут. Я вот за это. Хорошо. Уважаемые товарищи, предложение дать для продолжения доклада. Пять минут. Для завершения. на самом деле разрешение. Спасибо. Значит, вот такие органы, так сказать, которые стачные по существу, которые будут, стачком по существу, которые будут создаваться на предприятиях, но это органы, против которых выступать, это значит, ну это плевать против ветра, что называется. И вот эта ситуация, она, может, сказать, и должна обернуться на пользу для рабочего класса. И это кажется странным, но ничего, кажется, это на самом деле не странно. Потому что всякий глубочайший кризис, который переживает буржуазная страна, приближает, вещь, он, так сказать, связан все-таки с развитием, приближает к чему? К социализму. Вот совсем не странно было, что, значит, послевоенный период позиции итальянских коммунистов были не ссорберены тем, что было накануне войны. Совершенно не странно, что позиции французских коммунистов после войны, поскольку вот они активно боролись, были значительно прочнее и партия была значительно влиятельнее, чем до войны. Вот давайте использовать этот момент для того, чтобы укрепить позиции рабочего класса, ассоциативно укрепить позиции рабочей партии России, ну и, так сказать, открыть перспективу решения задачи нашей программы. А программы у нас все знаете, все знаете, кто знает, какая у нас программа? Минимум. Дорогие товарищи, вот вы говорите, родовой кодекс, я спрашиваю, вот мы сейчас на партийном съезде, поэтому я родовой кодекс не спрашиваю, я спрашиваю, а какая программа минимума? В чем стоит премия? Программа минимум рабочей партии России. Вот там лежит в союзах задачи коллекции. Вот там лежит проект программы нашей партии, которая в своей основе сейчас действует. Я не случайно достал исторический инструмент, там, это опубликован проект в июле 91-го года, там говорится об антикомиссической фракции Горбачева, то есть наша партия сегодняшняя стоит на плечах борцов предыдущего периода. И это были борцы, поверьте, которые далеко смотрели. Я напоминаю, что программа минимума нашей партии, возьмите, пожалуйста, газеты, почитайте, это возрождение советской власти. Поэтому мы чем всем занимаемся-то сейчас? Мы вот эту задачу решаем. Но решаем с учетом особенностей каждого момента сегодня переживаемого. А сегодня момент не просто, всякий момент отличается от предыдущего, а сегодня в значительности этими поворотами момент, потому что мы живем в установке военных действий. И в этих условиях социально-экономическое развитие ускоряется. И наша партия должна вот, она шла в упреждении в элогической борьбе, но в этом организационной и в экономической борьбе она тоже должна упреждать. И вот я думаю, что теперь все, что мы с вами делаем, это уже задача завтрашнего дня, делать в прилавлении и в привязке к текущему моменту. Если мы это сделаем, мы и задачи решим, Рене, и партию крепим. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин